Сегодня очередной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Проходит оно открыто и с соблюдением всех мер безопасности. Так, в регионе для голосования функционируют 1809 участков. Все они соответствуют требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора. О том, как жители Дагестана в городах и районах делают свой выбор, расскажет Секинат Малаева. Меры безопасности, принятые на 40 участков для голосования в Хасавюрке, нанесена разметка, чтобы голосующие могли соблюдать социальную дистанцию, организованы раздельные входы и выходы. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Я, например, как матери двоих детей, основными являются поправки, которые связаны именно с семейными ценностями, в которых говорится об уважении к взрослому поколению, о любви, доверии, на которых должна справиться семья. Для нас обеспечены все средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, даже индивидуальная ручка есть. Поэтому я думаю, что мы можем смело прийти, проголосовать. Это безопасно. В Абайортовском районе открыты 25 участков для голосования. По мнению тех, кто пришел сделать свой выбор, поправки в Конституцию страны своевременны и актуальны. В Ботлигском районе работает 40 избирательных участков для голосования. Здесь заранее установили необходимое технологическое оборудование, информационные материалы, резервные источники энергоснабжения и средства связи. Голосование проходит с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Активно люди делали свой выбор и в Кайтакском районе. Селима Джалис приняла участие в голосовании руководитель местного этноцентра. По ее словам, органы власти должны обеспечить государственную охрану памятников истории и культуры, которые являются объектами культурного наследия народа в России. И назвала данную поправку «своевременной». Мы хотим, чтобы это культурное наследие наше сохранилось, и она закрепилась в Конституции, чтобы ее занесли в поправках. В Кизилертовском районе голосующих встречают не только в масках и перчатках, но и в защитных экранах. В целях безопасности участки охраняют полицейские и росгвардейцы. Здесь люди активно выражают свою гражданскую позицию. Надо отметить о том, что все меры предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все меры по организации к удобному формату голосования, где каждый человек в удобное время может подъехать, проголосовать, все организовано на должном уровне. Считаю, что при такой организации и явка людей будет на достаточно высоком уровне. Голосование прошло и в Сунтинском районе. Одними из первых в нем приняли участие сотрудники временной оперативной группы, прибывшие из Орловской области. Они высоко оценили организацию процесса голосования в районе.